Еще одно громкое событие. Омск посетил знаменитый поэт Евгений Евтушенко. В год литературы классик ездит по российским городам с просветительской миссией. Как отозвался легендарный поэт об Омске и какие сюрпризы ждали зрителей на концерте, далее в нашем материале. Поэт в России больше, чем поэт. Так назвал свой концертный тур Евгений Евтушенко. Поэт считает, мэтр должен быть гражданином и в своих стихах затрагивать историю. Такими были поэты-шестидесятники. Вознесенский, Рождественский, Акуджава, Высоцкий и, конечно, сам Евтушенко. Сегодня он один за всех них несет гражданскую миссию. Пост Евтушенковской поэзии гражданской велики почти не существует. В Омске Евтушенко впервые. Журналисты увидели поэта в инвалидной коляске. Пару лет назад ему ампутировали ногу. Зрители Евгения Александровича увидели твердо стоящего на сцене. Приветствовали поэта аплодисментами. Евгений Александрович сразу признался, ему нравится Омск. Здесь тени великих поэтов. Зрителям Евтушенко подготовил несколько томов стихов. В его антологию вошли собственные стихи и произведения русских классиков. Пушкина, Пастернака, Шпаликова, Акуджава, Суркова, Высоцкого. И всегда об одном задевает беседу. Успокойтесь, утешьтесь, я скоро уеду. В зале аншлаг. Увидеть и услышать поэта пришли люди разных возрастов. Оксана Евтушенко – однофамилица легендарного шестидесятника. Гордится этим. Девушка в этом году закончила школу. В третьем классе, когда мой учитель по музыке узнал, что у меня такая фамилия, меня заставили выучить стихотворение. Тогда я еще не понимала, что заставили, хотят ли русские войны. Я тогда помню, я вышла перед тем классом, рассказала это стихотворение. Потом услышала у Задорнова песни на стихи Евтушенко. Ну и так у меня получилось, что я начала увлекаться его стихами. Встретиться с ним, вот так вот на концерте, вживую, для меня это достаточно важно. Это что-то такое особенное, которое, вот я говорю, ну как в церковь пойти, прикоснуться к чему-то великому. Я вот рада, что это в моей жизни случилось. В программе также приняли участие звезды театра кино и музыки, народный артист Игорь Скляр, Дмитрий Харатьян, а также Дмитрий Константинов и Марина Ивлева. Благодаря им концерт превратился в музыкальный спектакль. Евгений Евтушенко предупредил зрителей, я тоже буду петь. И вместе с Мариной Ивлевой исполнил свои стихи на музыку Мориса Жара. И ты плачешь, Россия, плачешь по всем, кто где-то завез пути. А мечами Истушенко подарил три часа. В рамках тура дальше он отправится на восток. Но поэт обещал вернуться зимой. Виктор Назаров пригласил его возглавить Всероссийский фестиваль «Омская зима». Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антенна 7.